Привет всем. Иду за покупками. С Чарли уже погуляла. Знаете, так страшно, как на войну. А потом еще неделю страшно, потому что думаешь, а вдруг заразилась, ждешь каких-то симптомов, симптомов. То кашель у тебя, то температура 15 раз. Меришь, я не знаю, как люди ходят каждый день в магазин. Я помню, для меня похождение в магазин это какой-то стресс. Для организма, для мозгов, для всего. А люди каждый день ходят, ведь не боятся. Посмотри, что творится. Сейчас еще хочу на работу доехать, посмотреть, что у меня там и как. Город сказали, что закрыт, перекрыт. Ну вот посмотрю, закрыт, перекрыт. Или что там с ним. А еще волнует, машина заведется или нет. Такие кудрявые у меня. Кудри уже. Потому что стояла она целую неделю. Не заведенная, скажем так. Вот, посмотрим сейчас. Такие вот у нас планы, как на войну. И не говорите, что вы потом не видели. Хоть подышать свежим воздухом. Субтитры сделал DimaTorzok Приехал нормально. Ничего не перекрыто. Город. Может быть, знаете, он и был перекрыт пару дней сейчас. Потому что сейчас все прибереговые, как это сказать, города боятся, что все люди, боялись, что все люди ломанутся на пляже. Ведь у многих, например, с Мадриды есть своя квартира здесь вот на побережье. В таких вот маленьких городках, как вот Зальмонекар, Матриль, Салавриня. И вот что они все линутся в свои, как здесь говорят, вторые резиденции, вторые квартиры. И поэтому, может быть, закрыли на пару дней этот город. Ну ничего, нормально доехала. На улице никого. Я сейчас хочу в Лидл съездить. Именно в этом городе, Салавриня. Потому что здесь, насколько я слышала, нет зараженных. Ой, вот так вот бережу, ну его Бог бережет. И пока я здесь, почему бы не воспользоваться моментом обезопасивой. В общем, делаю все для того, чтобы себя обезопасить. Так вот, ай, мои родные, как говорится, просторы, улицы. Столько лет я сюда ходила. Я никогда, я вот в России, когда ездила, самое большое, это было две недели, насколько я закрывала свою передмахерскую. Вот эти ключи, вот они. А так, чтобы целый месяц, да, такого сроду никогда не было. Вот так волнуюсь, думаю, а вдруг кто залез, а вдруг что. Ну сейчас мимо приезжало, было все нормально. Я в последний раз вот так все заделала. Вот это, чтобы особо не заглядывали. Ну дверь вроде бы цела. Слава Богу. Мой запах родной. Тут это как. Закрою, чтобы, знаете, от греха подальше. Ой, водичка у меня тут стояла, цветок. Сейчас налью воды туда. Открыть надо дверь. Проветрить немного. О, как закрыла. Хрен откроешь. В общем, две руки надо. Друзья мои, я подстриглась немного. Ой, я так рада. Стоял, думал, думал, говорю, дай-ка я себя подстригу. И подстригла. Ой, ну все. Я еще хоть два месяца так прохожу. Красота. А то прям уже вот тут вот все кудрявилось вообще. Не могу. Сзади там был страх. В общем, да. Красавица. Не крашусь, потому что все равно на морду маски, на глаза очки. Я всегда хожу в маске и в очках, потому что, говорят, вирус просачивается через слизистую, а глаза это тоже слизистые. Поэтому как бы смысл, что я похоже, что ли, не пойму. В общем, да. Я даже сегодня не в спортивной одежде. Я сегодня в штаниках. И вот это вот, которое я перед прям этим купила. Перед вирусом дурацким, перед карантином. Потом закатаю рукава, надену перчатки, маску. И за продуктами. И все. И домой. Ой, все с души слегло. Красота. Лампочка перегорает, поэтому у меня дискотека такая. В магазине все-все есть. Я даже взяла себе вот такую вкусняшку. Обожаю макароны. Из Лидо. Они очень вкусные. Цветочки взяла себе, как без них. Калы. Ну и там, то, что я купила, я вам дома покажу. Все как обычно здесь. Все есть, как и раньше. Поэтому хлеба набрала себе, чтобы не печь. В общем, да. Все как раньше. Даже показывать прилавки не буду, потому что они полные. Молоко. Все есть. Даже, знаете, привезли обычно вот с предложением. Ничего не было там. Там всякие. А сейчас лежу для раскраски. Тоже много всяких штук. В общем, да. Так, ладно. Я не буду отвлекаться. Буду покупать. Та-дам. Мне кажется, что Лидо дешевле Меркадона. Честное слово. Это уже все полежало на воздухе. Время уже очень поздно. Вот. Поэтому. Все выветрилось, как говорится. Все зашибись. Цены вам не буду рассказывать. Потому что иначе видео будет очень длинным. Или рассказать. Ну, на чем будет цены, на том расскажу. В общем. Или рассказать. Ну, постараюсь быстренько с ценами пройтись. В общем, купила вот такое мороженое. Это манго с ванильным мороженым. 2,99. Там, по-моему, а вот 600. 900 миллиграмм. Вино. Крышлычку. Вот такое нам очень нравится. Оно такое, как шампанское. Игристое. 2,49. Было по предложениям. И вот это вот. Виноград без косточек. Евро 50. Одна штука. Взяла две. Муж очень любит с сыром. Сыр. Кусочек. И вот с виноградом. Очень вкусно. Ему нравится. Так. Где, где, где. Где же ты? Где? Солнышко ясное. Ну, в общем, где-то здесь была, это, айсберг. Айсберг. Где-то здесь я его видела. 100%. Он у нас 69 копеек стоит. Или, может быть, я его так же потеряла. А, нет. Вот он. Как помидоры в прошлый раз. Помните? Так и это потеряла. Айсберг. Да нет. Вроде бы не потеряла. Вот он. Салат. Айсберг. Так, айсберг 69 копеек. Купила красную свеклу, вареную салатик. Будут делать. Я люблю салатик с красной свеклой. С чесночком, с сырком. Ой, блин, сыр забыла. Ну, ладно. 79 копеек. Купила тесто слоеное. Евро 15. Отвлекают тут. В общем, даже тесто было слоеное. Представляете? В общем, вообще все было. Все навалом. Даже больше, чем было. Было. В общем, все есть. Слава Богу, что все это восстановилось. Что люди не успокоились. Это знаете, как вошли в ритм. Просто первые недели это прям, а что делать, куда бежать. Второе как бы привыкание. А сейчас уже вроде бы как так и должно быть. Жалко, обидно, но действительно. Кстати, я сходила. Я знаю, что я не заразилась 100%. Потому что я везде, во-первых, в этом... Что они там делают? Салфетки везде дают. Везде перчатки. Я тележку все вытерла. Себя чуть ли этими писала. Салфетки Метю. Все не... В общем, да. В этот раз я уверена, что ничего со мной не случится. Кстати, когда я выезжала... Я сказала, что в город, где я работаю, можно свободно заехать. Когда я выезжала, везде уже были патрульные машины. Полиция останавливала каждую машину, которая въезжала в город. Поэтому я выехала и поехала в наш Матриль. И купила уже здесь, в Лидоле. В Алькампу такая очередь была. Я мимо проезжала. Тоже везде полиция стоит. А в Лидол приехала народу никого. Даже в очереди не стояла. Тупо зашла и купила. И народу вообще было мало. На кассе вообще не было никого. В общем, зашибись купила в Лидоле. Зашибись. Так, шпинат купила. 95 копеек. Обожаю шпинат. Супчик с ним сварю. Шоколад. Этому уже купила. Ой, 39 копеек стоит вообще копейки. 39 копеек одна штука, одна плитка. 100 граммовая. Так, что... О, да еще и со скидкой там, смотрите. Ну, надо же. Они дешевые, так еще и скидка. Мне бы еще доплатили за них. В общем, да. Фарш купила. Фарш у нас 5 евро стоит. Килограмм. Вот. Не знаю для чего, но мне кажется, он мне нужен. Так, что еще? Быстро, быстро. Чулетас. Чулетас. Вот такое мясо. Сейчас покажу. Вот мясо с косточкой. Это на барбекю. Для барбекю. 3,39. Вот здесь 700 грамм. Так, хамон. Хамон, хамонович. Он у нас стоит 2,69. 9,10 грамм. Хамончик. Это тоже мужу он любит. Там на ночь бутерброд сделать. 2 муки взяла по 43 копейки. 2 муки. Так, 2 муки. Монтыки я соленую, что ли, взяла? Да ну нафиг. Блин. Соленую. Масло соленое. Ну ладно. Это я для выпечки. Значит, не будем в выпечку соль класть. Я вообще всегда смотрю без соли. А я тут соленую взяла. Ну ладно, не важно. Так, она у нас стоит 1,49. Вот это вот набор для варить бульон. Сварю завтра, послезавтра. Когда-нибудь. Очень мне нравятся эти бульончики. Вот он у нас стоит. Так, 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 так. Там вот такие чемпиньоны. 4,35. 4,35 стоит. Шампиньоны где-то здесь. Вон они тоже, может быть, на барбако или еще куда-то. Видите? Такие хорошенькие шампиньончики. Евро 29. А, ну вот я перепрыгнула. Сахар. Две упаковки взяла по 75 копеек. Так, сахар. Так, 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 так. А, вот это вот писта. Это как наша леча. Мне очень нравится. Я, кстати, на овец себе варю. У меня там голубцы. Я сейчас добавлю немного этого песта. И будет вот такая у меня вкусняшка. Вот такие перчатки, друзья, себе купила. Я их в Китае хотела заказывать, чтобы посуду мыть. У кого-нибудь есть такие? Вы пользовались такими перчатками? Я очень их хотела. И гляжу. Сейчас вот я рассказывала вам, что в Lidl раньше, вот буквально день назад, не завозили ничего такого, на чем можно остановить свое внимание. Чтобы люди заходили, быстро купили и выходили. А на этой неделе, гляжу, есть и вот перчатки, и вот там всякие. Много, знаете, чего завезли много? Термометры, потом вот эти вот машинки, чтобы дышать этим. Ну, в общем, все для нашего здоровья. Как они называются? Чтобы дышать этим. Ну, вы поняли, да? От кашля. В России очень часто им пользуются. Так, продолжаем дальше. Перчатки у нас стоили 6 рублей, 6 евро. Да, дорогие, ну, зараза. Так жарко почему-то. Так, а, сахар себе купила тростниковый. Это чтобы потом вечером какой-нибудь чаек пить. Ну, не вечером. У меня вечер это 4-5 часов. Так что вечер это не 8, не 10. 8-10 это уже у меня ночь. Вот, так что сахар купила тростниковый. Он у нас стоит 89 копеек. Йогурт греческий. И это вместо сметаны будет он у меня. Евро стоит обычный 99 копеек. С сахаром тростниковым это тоже мужу. Яйца 2 упаковки. Эльки. Так, яйца. Они у нас евро 45. Кефир. Вот такой купила. Пускай будет. Кефир 85 копеек он у нас стоит. Так, хлеб обычный мой, который я всегда беру. Он у нас 2,39. Кстати, подорожало на целых 40 копеек. Представляете? Евро 45 вот этот хлеб стоит. Так. А нет, евро 49. И много вот такого хлеба. Этому мужу взяла. Он стоит по 19 копеек каждый. Это из цельнозерновой муки. Потом еще взяла цветы. 2,49. И макароны вот эти вот. Они 2,99 штука. Очень вкусные. Просто обалденные. И упаковку молока, которую я оставила в машине. Оно 88 копеек стоит. Но я прям упаковку взяла, чтобы мне не ходить часто в магазин. Все. Теперь, друзья, до следующей недели 100%. Вот. Ну, может быть, если в фруктовый схожу к индийцу после обеда. Он до 8 работает. Поэтому, когда никого не будет, а так и мясо всего дополнено. Может быть, даже и на 2 недели, знаете. Но хлеба я взяла 6 штук. Потому что у меня вот еще один есть. Прямо ровно на неделю. Поэтому вот такие вот у нас пироги. Сейчас все это буду кладывать в холодильник и кушать. Подышать вышло. Вы знаете, никогда в инстаграм посты не писала. Посты, посты. Не знаю, как-то у меня не получало. Не то, что не получалось. Не знала, что писать. А тут вроде бы как неплохо получается. Так что, если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылочка внизу в описании. А еще я не знаю. Зумба будет сегодня, не будет в 6.30. Как-то они не объявляют, знаете. Ну, конечно, это же не их обязаловка. Они просто делают от души. Поэтому, может быть, какие-то у них дела. Но было бы лучше, если бы они предупреждали. Особенно в пятницу была зумба онлайн. И потом они почему-то отключились. Куда-то то ли связь пропала, то ли еще что-то. И, в общем, куда-то ушли, пропали. Обычно они, когда заканчивают занятия, всегда говорят, встретимся с вами там в понедельник, в среду, в пятницу. А тут они пропали и все. Ничего мне не сказали. И вот я сижу и жду. Будет, не будет зумба. Хотелось бы все-таки поплясать. Хотя я вчера очень классно позанималась. Вообще у меня, знаете, прям распорядок дня какой-то. В понедельник зумба, вторник у меня вот эти вот занятия другой. Там больше как-то, ну, на все мышцы работают. В воскресенье у меня одна девочка, тоже я ее нашла в ютубе. Там зумба и джим. Джим, по-моему. Джип или джип. Джаб. Джаб. Ну, там больше как на пресс. Пресс качать, планка. Вот, в общем, да, все распределено. Наверное, к этому лучше. Так оно и лучше. Так хотя бы планируется день как-то. А не тупо лежишь вот на диване. Тем более лежать на диване. Я долго не могу. У меня начинаются головные боли. Но приходится что-то придумывать. На улице замечательная погода. Прям тепло. Несмотря на то, что, видите, пасмурно, солнце прям такое яркое, что не могу смотреть нормально. Муж так и не собрал эту барбекюшницу. Мы на завтра хотим барбекю сделать. Я уже мясо достала разморозить. Хочу замариновать шашлык на завтра на кефире. Мне очень нравится. Купила другое мясо на кости. Ну, не на кости, а с косточкой. Ну, это муж попросил. В общем, да. Забасаем. Завтра барбекю винца купила вкусного. Погода замечательная, потому что нет ни ветра, ничего. Народ еще не вышел на занятия, скажем так. Потому что все часов в шесть, в семь выходят на занятия здесь. А я вот пришла посмотреть, что да как. Надо же, принесу скорость своего раскладушку. И буду здесь загорать. Принимать витамин D. Солнечные ванны. Кто-то дрон пускает. За мной подглядывает там. Я тут решила тут разобраться. Вот. И слышу надо мной такой гул. Дронный. Кто-то играется. Вот так вот я смотрела, смотрела. Думаю, дай-ка я разберу. Эта машинка, кстати, стиральная, рабочая. Вот. Поэтому ей можно пользоваться. Но мне больше нравится моя. Вот так вот я развела деятельность такую. Я, как всегда, позанималась. Ой, еще хорошая новость. У нас прибавляются, прибавляются все наши тренеры. И теперь у нас четверг будет еще и боди-комбат, который мне офигенно нравится. И вот у нас будет два занятия. Представляете? Офигеть. Как прям в спортзале. Только бесплатно. Прикиньте. Они онлайн все дают. Деньги спортзал с нас не берет. Но онлайн нас балуют. Классно. Смотрите. Барбако собрали. Барбекю. Собрали. Там каких-то шурупов не хватало. В общем, да. Так что у нас завтра будет Барбако. Я тут немного убралась. Принесла себе лежанку. В общем, буду завтра лежать, кайфовать, попивать вино и кушать вкусный шашлык, который я сама себе замариную. Вот. А сейчас пойду с Чарли погуляю. Смотрите, у нас целый день вот так вот. Но тепло и хорошо, и ветер не дует. Вот как ветер у нас дует, то это все. Трындец. Кстати, Чарли мой лук жрет. Хоть кому-то он пригодился. Вот. Кое-какой мусор надо вынести. И, в общем, вот так. Зарядку приносила. Пойду я с Чарли гулять и мусора вынесу. Там пластика много. Все, друзья. Я нагулялась. Пойду в душ и отдыхать. И вам всего хорошего желаю. Встретимся завтра. И всем пока-пока.